Дайджест недвижимости Не могут их подключить Из-за изменившихся правил приемки Ужесточение требований Произошло в августе этого года И подрядчики не были готовы Оперативно предоставить все необходимые документы В Ростехнадзор Заложниками ситуации стали жители домов Поваровского 133, Лепси 58 и 43 Верхосонской 21, МОПР 99 и других Подобные проблемы возникли не только в Кирове Представители регионального штаба УНФ Уже провели рабочую встречу С участием всех заинтересованных сторон И призвали максимально ускорить Оформление документов Чтобы подобная ситуация не повторилась В следующем году Фонду капремонта рекомендовано При проведении торгов Прикладывать к техзаданию подрядчику Образцы документов С примерами их правильного заполнения В дальнейшем эти документы Нужно будет представить в Ростехнадзор Для ввода замененного лифта в эксплуатацию Дайджест недвижимости День открытых дверей для арендаторов И покупателей городской недвижимости Проведет департамент муниципальной собственности Он состоится завтра, 24 ноября Специалисты мэрии представят обновленные списки Свободных помещений Их фотографии, а также расскажут О порядке передачи имущества По договорам аренды и купли-продажи Напомню, что в декабре этого года Город намерен выручить от продажи Муниципальных помещений Не менее 170 миллионов рублей На торги, которые состоятся 1, 8 и 15 декабря Выставят помещения на улицах Красина и Менделеева Некрасова, Воровского, Карлолипнихта, Октябрьском проспекте Производственной и некоторых других День открытых дверей начинается в 15 часов Заинтересованным покупателем и арендатором Муниципального имущества Следует подходить в 299 кабинет администрации Кирова Воровского, 39 Минстрой прогнозирует снижение числа однокомнатных квартир В сегменте новостроек Как пишут известия, доля однушек в новых домах Уменьшится до 50% Издание отмечает, что в приоритете Минстрое и АИЖК Новые правила Один человек – одна комната Предполагается, что за счет уменьшения числа однокомнатных квартир Планировки в типовых домах станут более разнообразными В Минстрое уже запустили конкурс По отбору проектов массовой застройки Его главная цель – создать новый формат жилья Удовлетворяющий потребности современного человека И соответствующий международным требованиям На этом все В студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok